Напомню, в начале войны ИПСО заключалось в том, что они рассказывали, что Арестович гей. Он гей, он там показывали запись, он правда почему-то там чуть ли не 20-летней давности, и он там в белых носках в какой-то газете. И беззалысин. Беззалысин, да. Нет, ну там не поймешь, там какой-то дефейк был чистый. Вот, потом они какие-то газеты прям печатали, распределили. Вот он актер Люся, вот вы за кого умираете, их распространили среди военнослужащих ВСУ. Ну вот, как-то сбрасывали их там, я не знаю, была такая целая история. Ну, я видел, я публиковал, по-моему, один из номеров этой газеты. Там наркоман, все глубо облизывается, это уже последняя стадия. То есть, я к тому, что это не серьезное ИПСО. Серьезное ИПСО, оно по-другому работает. Вот серьезное ИПСО с Арестовичем было, когда он действительно попал, как урвощик, с этим подъездом. Непресс, значит, с ракетой, которая противоракета сбила. Ну, как и раньше, я считаю, что это было недостаточно, прямо скажем, для его отставки с общественного, кстати, поста. Не с штатной должности, а с общественного. Но это другой вопрос, это уже там украинцам судить. Вот, в отношении меня катается это все. Ну, это катается на предмет выдумок, чистых фейков о том, какой я нехороший. Ну, это я, так сказать, всю свою жизнь испытываю. Поэтому, как бы, у меня своя тактика отыгрывания. А здесь мы можем только придуриваться, вот смеяться над этим, над тем, почему. Чтобы людей тренировать. Вот мы даже, у меня будет эфир с Арестовичем сегодня, мы об этом скажем. Потому что люди, они должны вот на такой ерунде, да, вот с облизыванием губок, они должны научиться различать, как работает вот эта пропагандистская машинка. Понимаете? А что там, даруйте, Марк, что я вас перебыла, так что там разрезняти? Это на полном серьезе, сидите какие-то слисы, дебилы, каже. С секундомером он рассчитывает, сколько Арестович губы раз облизывает. Кажет, бачите, облизал один раз, облизал второй. Это серьезно? Нет, вот фриков обсуждать нет смысла себе дороже. А вот говорить о том, что сама методология, значит, попыток снижения доверия к политическому уровню, какие бы они ни были, хорошие, плохие, это украинцы сами должны решать на выборах, между прочим. Не в другие времена, а на выборах. Можешь на серьезное вопрос? А наше им для внутренней аудитории рассказать, Арестович поганий или добрый? Ну, тут мы разберемся с ним. У него есть армия прихильников, есть армия хейтеров. Они между собой как-то спілкуются. На России им не пофиг, не все одно, Арестович, який и сама. Нет, нет, он повышает влияние там. Они не могут его игнорировать. Они замеры делают и видят, что Арестович нравится женщинам там. Понимаете? Ну, наверное, я не знаю. Я не разбираюсь, я в нем ничего не вижу такого. Откуда все это берут, я, честно говоря, не понимаю. Ну, может, я свои колокольки. Но из-за того, что они видят замеры, они же смотрят. Смотрите, у нас даже наша аудитория, там, какой ее долей, я не знаю, она восхищается Арестовичем. Давайте будем его, значит, демпинговать. Давайте придумать. Но это все, на что они сподобятся с облизыванием губок. Это все потому, что они изучают социологию, фокус-группы. Они проверяют, замеряют, понимаете? Нет, это не просто от нечего делать. Это ровно потому, что, ну, надо с этим что-то работать. Но поскольку среда некреативная, вот все, что она может выдать, понимаете? Экзорсизм, он рассказывает, что там ребенок у него умер. Что кто там умер, какой ребенок, о чем вообще, понимаете? Но им нужно нагонять трэш-ачка, понимаете? В этом задача. И этот трэш-ачок должен как-то конвертироваться в снижение доверия к Арестовичу именно в России, понимаете? В аудитории в России. Я зрозуміла. Вони приравнували своих тіток до Арестовича, які почали дивитися на него, а не на Путіна. И все, треба цей имидж якось руйнувати.